В канун Нового года принято подводить итоги уходящего. Конечно, у всех они разные. Однако есть у нас всех чебоксарцев и нечто общее. Это наш город. Каким был 2014 год для столицы Чувашии? Именно об этом мы поговорим сегодня в эфире программы «Актуальное интервью» с главой города Леонидом Черкесовым. Леонид Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, рассказать о том, каким был год для целого города за несколько минут, невозможно. Поэтому остановимся на основных событиях, ставших для столицы республики ключевыми. Какие изменения в городе за 2014 год вы считаете самыми важными, возможно, даже судьбоносными? 2014 год, несомненно, важный для нас Международный форум России «Спортивная держава». Это действительно такого события, такого спортивного форума вообще в Чебоксарах не было. Это очень важно. Здесь отмечу, что приехали гости из более 20 стран. Вообще 50 олимпийских чемпионов, 3000 гостей разного уровня. Владимир Владимирович Путин приехал, федеральные министры, депутаты Государственной думы. И самое главное, вот олимпийские чемпионы, которые приезжали, они встретились с нашими детишками. Более 46 тысяч наших детей участвовали в этих мероприятиях. Они в разной форме проводили спирта в спортивные мероприятиях. Папа, мама, я спортивная семья у себя в школах. Участвовали на сдаче норм ГТО в наших спортивных мероприятиях, где участвовала. И вот это действительно грандиозное событие, где практически каждый житель участвовал. Каждый житель был заинтересован, что это мероприятие проходило. Участие принимал. Кто-то нормы ГТО сдавали. Очень много предприятий у себя, спортивные мероприятия накануне форума проводили. И это очень здорово. Вот один пример хочу только привести, что мы специально, просмотря сколько же детишек у нас до начала форума, занимались в спортивных секциях школы и после форума. И посмотрели, что на 32% больше детей начали заниматься в спортивных секциях, в спортивных федерациях. Во всех школах в начале учебного года мы начали проводить зарядку. В детских дошкольных учреждениях начали проходить зарядка. Вот это важно. Следующее важное событие для нас – это мы начали работать фондом реформирования ЖКХ. Более 700 миллионов средств поступило из фонда на модернизацию инженерных сетей города Чебоксары. Это тоже важно. Мы начали работать фондом реформирования ЖКХ по переселению граждан светового аварийного жилья. Первым января 2017 года мы должны переселить в городе Чебоксары 268 домов. И в этом году более 600 семей города Чебоксары переселятся в новые современные квартиры. Действительно, как никогда в 2014 году мы предоставляем квартиры детям-сиротам. Уже 105 детей получили квартиры. И впереди еще 62 квартиры получат наши ребята и девушки, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Я думаю, что это очень важно. И если отметить, что город Чебоксары как никогда больше жилья строят. В этом году будет сдано не менее 310 тысяч квадратных метров жилья. Столько город Чебоксары жилья за все годы существования не строило. У нас интересный был день города. Очень много горожан участвовало в этих мероприятиях. К нам прилетели стрижи в Чебоксары. У нас интересно было и творческий бульвар, который все больше и больше расширяет свои границы. И больше участников становится. Уже в соседние регионы к нам приезжают, показывают свое мастерство. Уличные театры приехали с Казани, с Москвы. И это тоже для нас важно. Само праздничное представление. Я могу отметить, что 2014 год для города Чебоксары был насыщенным, интересным. Вокруг чего всегда бывает много споров и разговоров, так это бюджет. 2015 год он уже сформирован. Конечно, его неоднократно еще будут уточнять. Но все же, если сравнивать городскую казну этого и будущего года, что изменилось? Ну, предварительно мы планируем бюджет города 2015 года. Это 6 миллиардов 800 миллионов. Это по сравнению с началом 2014 года на 400 миллионов больше. Но в данный момент у нас бюджет уже приваливает с уточнениями 8 миллиардов. Но мы надеемся тоже, что в 2015 году будут уточнения в сторону увеличения бюджета. И бюджет будет не хуже, чем 2014 год. Пока вот эти надежды есть. Конечно, в 2014 году у нас были неплохие собственные доходы. Было продано два участка хорошими ценами. Это 355 миллионов и 140 миллионов. Это, конечно, было достойное пополнение нашего бюджета. На 2015 год таких больших участков, таких больших объемов мы не рассчитываем. Но будут участки, будут продаваться и недвижимость, и другие моменты. В ноябре этого года ровно 20 лет исполнилось Чебоксарскому городскому собранию депутатов. Вы работали в составе собрания несколько созывов. Что изменилось за это время и какие планы на ближайшее будущее? Ну, я депутатом был четвертого созыва и пятого созыва. И действительно много сделано за это время депутатом четвертого и пятого созывов. Конечно же, это сформированы с участием депутатского руководства ТОСы, советы многоквартирных домов, которые эффективно работают именно на местах, непосредственно на местах. Был принят устав города, по которому, и неоднократно он уточнялся, по которому мы работаем. Для нас важно, что депутаты, когда идут на выборы, какие-то предвыборные обещания. Вот я накануне 20-летия, я сравнивал те обещания, которые мы шли с теми обещаниями. Все обещания, они выполняются. Ну, вот один пример. Мы планировали строить по два детских сада ежегодно. Мы это сейчас превыполняем. Если 12-й год – три детских сада, 13-й год – пять, 14-й год – пять детских садов. В 15-м году тоже пока планируем четыре детских сада. Очень серьезная проблема – это с автопарковками. Из года в год количество автомобилей в городе увеличивается. И автопарковки, места для парковки машин становятся необходимыми. И один из проблемных вопросов сейчас у нас в городе. И мы сейчас тоже из года в год количество выделяемых средств на автопарковке у нас увеличивается. И расширяем проезды. Если дома, которые 60-х, 70-х, конечно, там практически мест очень мало для автопарковок. Но в современных домах наша задача, чтобы и депутаты за этим сидят, чтобы было достаточно автопарковок. Новые дома, которые создаются. Следующие – это детские сады детям. Сейчас этот проект активно реализуется. Ну и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Депутатский корпус и администрация города мы участвуем в проекте «Открытый город». И здесь, конечно, важно то, что работают депутатские приемы в своих округах. Где они два-три раза в неделю принимают своих избирателей, принимают всех желающих, чтобы попасть к депутатам. Это очень важно. Мы не говорим, что дважды в год депутаты отчитываются о проделанной работе у себя в округах. И это тоже важно. Ну и администрации, заместители главы администрации, главы районов и глава администрации, они отчитываются перед населением. В этом году в спортивной жизни города произошло знаменательное событие. У нас появилась своя баскетбольная команда под названием «Чебоксарские ястребы». Ребята начали уже сезон в высшей лиге чемпионата России по баскетболу. Где ребята тренируются, кто поддерживает команду и что с финансовым обеспечением? Давно мы думали, какую-то команду в высшей лиге, или волейбол, или баскетбол, или футбол. Но остановились на баскетболе, так как у нас хороший тренерский сосков для баскетбольной. И решили создать баскетбольные команды. Готовились к этому. И в 2014 году день города презентовали команду. Действительно хороший состав собрался. В основном костяки – это наши местные чебоксарцы. И баскетбольная… для нас важно тоже, чтобы детишки в школах, во дворах занимались баскетболом. Глядя на вот этих красивых спортивных ребят, будет больше желаешь заниматься именно баскетболом в городе Чебоксары. В продолжении спортивной темы. Чувашия по праву считается одним из лучших регионов по развитию спорта. Впереди Чебоксары ждет чемпионат мира по легкой атлетике. Он пройдет в 2015 году. Насколько готова столица Чувашия к приему таких престижных соревнований? И как идет подготовка? Город Чебоксары к этому активно готовится. Модернизируется стадион Олимпийский. У нас инфраструктура города готовится. Готовится и гостиничный комплекс к этим мероприятиям. Питание, общественное питание, транспорт. Вот наша задача к этим мероприятиям полностью благоустроить город. Мы это обязательно будем делать. Почему эти вот такие у нас, вот Россия и спортивная держава проходят? У нас глава республики, очень сам спортивный. И администрация, глава республики, кабинет министров, тоже спортивные люди работают в этих структурах. И администрация города не отстает. И вот этот комплекс мер, самая главная любовь к спорту, она дает эти результаты, чтобы эти игры, что проводились у нас, чтобы больше жителей занимало спортом. А самое главное, чтобы больше детишек увлекали спорт, чтобы они росли здоровыми, крепкими. Город, структура очень сложная. Я думаю, не бывает так, чтобы абсолютно все складывалось и получалось. Что из намеченного на год пока не удалось реализовать? И над чем еще предстоит поработать? Действительно, город, структура сложная очень. И чтобы наша задача, чтобы вся инфраструктура города работала, чтобы стабильно. Чтобы меньше было аварий, и чтобы горожане не ощущали дискомфорта. И оказание этих услуг, чтобы из года в год улучшалось. Вот это наша задача. И я думаю, что администрация с этим достойно справляется. Конечно, хочется, чтобы больше мы переселяли с аварийных домов. Вот эта задача. Сейчас мы планируем более 600 квартир представить в этом году опасно светлоаварийного жилья. Но этих домов и прибавляется еще, и ветхие дома есть. Вот эта задача, которая стоит перед администрацией. Капитальный ремонт многоквартирных домов. Здесь тоже серьезная проблема. И в этом направлении надо работать. Но если мы говорим, что детские сады сейчас строим, но все равно очередь сохраняется. У нас более 1200 детей прибыли извне. В Горчебоксары прописались. И в данный момент, если мы на следующий год у нас 7800 детей еще остаются с полутора лет нуждающимися в детских садах. Конечно, вот в этом направлении нам тоже активнее надо работать. Чтобы мы дополнительные места в действующих детских садах, дополнительные группы открывали. Чтобы частно государственное партнерство было в оказании услуг дошкольного образования. Ну и перспектива у нас и предстоит строительство школ. В 2019 году Чебоксары будут отмечать грандиозный юбилей. Указ о праздновании 550-летия столицы Чувашии Владимир Путин подписал еще год назад. Как идет подготовка к юбилею? Есть ли сложности? И что изменится в Чебоксарах к этому времени? В 2019 году это 550 лет городу Чебоксары. В 2020 году это столетие Чувашской автономии. К этим юбилейным датам Чебоксары должны преобразиться. Во-первых, это дорожная сеть. Здесь планируется строительство и Московского моста, расширение Московского проспекта. Это строительство дороги Фучика-Айге, пути провода по Богдану Хмельницкого и расширение улицы Богдана Хмельницкого. Это расширение улиц и благоустройство улиц Ингельца, Ярославская. Развязка дополнительных городов. Выезд с юго-западного Яуши в район Яуш. И вся дорожная сеть города Чебоксары должна преобразиться. Мы должны благоустроить набережную Волгу к этим юбилейным датам, Чебоксарский залив, Красную площадь. Все учреждения социальной сферы должны модернизироваться. Это все театры, дома культуры города Чебоксары, лечебные учреждения, учреждения образования, фасады, городские фасады современными к этим юбилейным датам должны принять. Мы надеемся, что это действительно город Чебоксары приобретется к этим юбилейным датам. Станет еще комфортнее жить, благоустроеннее будет. Ну и напоследок, что бы вы пожелали городу и горожанам в новом 2015-м? Городу хочется пожелать, чтобы вся инфраструктура города работала стабильно, без боев. Чтобы он действительно был красивым, благоустроенным. В городе, где хочется жить, работать и любить. Каждый мечтает о чуде, каждый мечтает о новогодних подарках. Все это, что почувствовалось, чтобы каждый получал и подарки, и внимания своих близких. Хочу горожанам пожелать здоровья, благополучия, ну и уверенности завтрашнем дне. Спасибо вам большое за беседу. А я напоминаю, в гостях программы «Актуальное интервью» был глава города Чебоксары Леонид Черкесов. До свидания и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин